Музеи и галереи Владивостока постепенно возвращаются к жизни. В частности, с понедельника свою работу возобновила Приморская государственная картина и галерея. Открытый парадный зал, зал-сейф и выставочный зал на Партизанском проспекте. Во всех залах выставки. Их можно посетить в максимально комфортных и безопасных условиях. Мы разбили просто сеансы по экскурсиям определенные, по времени, конечно, и с 15-минутным интервалом захода в те или иные залы по зависимости от его наполнения. Потому что Роспотребнадзором предписано, что может быть не более одного человека на столько-то квадратных метров. И в соответствии, исходя из площадей, мы выработали политику, сколько может быть посетителей в том или ином зале. Сотрудники галереи направляют посетителей и следят за тем, чтобы в залах не было скоплений. Подобные меры могут вызвать дискомфорт у посетителей. Но к этому можно привыкнуть. Так же, как мы привыкли надевать маски в торговых центрах. Сейчас мы с вами находимся в парадном зале Приморской государственной картиной галереи, где как раз во время карантина онлайн открылась выставка «Великая победа». Эта выставка готовилась в течение года. Она готовилась художниками со всего Дальнего Востока. Второй и третий залы представляют произведения наших современников на тему войны. Первый же наполнен работами Кирилла Шебека. В этом году признанному приморскому мастеру исполнилось бы сто лет. Кирилл Иванович прошел войну, но в своем творчестве к этой теме обращался лишь единожды – в дипломной работе. Такое мирное восприятие Дальнего Востока. Открывается выставка через художника, который прошел эти ужасы войны, но потом в своем творчестве умел увидеть вот эту красоту и ценить мир, за который, в общем-то, он воевал. В зале сейфе представлена японская миниатюрная скульптура «Нецки». Выставка освещает разные жанры этого уникального вида искусства. «Там проводятся тоже специальные экскурсии, там будут специальные модули, сделанные для людей с ограниченными возможностями, они завтра появятся, то есть где сделаны 3D-копии некоторых «Нецки», и можно будет их почувствовать, потрогать». Работа идет полным ходом. Новые выставки планируются для открытия на неделе вперед. Любители искусства соскучились по залам галереи, и возобновление деятельности музея стало радостной новостью для множества горожан. Дмитрий Беломеснов, Владислав Шлыков, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова